То есть получается их находить живыми, там в бюджете примерно 380-480 тысяч рублей. Салон очень грязный, вот, то есть очень грязный салон. Вот именно все поломки, которые случались у наших клиентов за последние месяцы, это те машины, которые я снимал на камеру. Всем привет! Если примерно год назад мне бы спросили, какую машину взять девушки, там, примерно до 400 тысяч рублей, то я бы с уверенностью сказал, это Kia Rio второго поколения, потому что это лучший автомобиль за тот бюджет, который был возможен еще год назад, потому что она неприхотливая, потому что они бывают в хороших комплектациях, там, с климатом, со всеми подогревами и так далее. Но сейчас рынок изменился, и хорошее Rio второго поколения стоит уже как минимум 500 тысяч рублей, если мы говорим про автомат, и где-то 450, если мы говорим про механику. К сожалению, вот так. В этот раз мы искали автомобиль для девушки и перебрали очень много вариантов. Сначала начинали вообще с более низкого бюджета, смотрели наши машины, потом поднимали бюджет, смотрели Гетсы. Hyundai Getz в бюджете 300-350 тысяч рублей нет вообще. И попался нам такой автомобиль, как Chevrolet Spark. В подборе в этом году в Москве это у нас уже второй автомобиль, то есть получается их находить живыми, там в бюджете примерно 380-480 тысяч рублей, в зависимости от параметров, комплектации, коробки. Вот забирали одну весной на автомате за 450, и вот сейчас покажу вам, какую забрали за 380 на механике. Погнали смотреть. Итак, показываю, что получилось найти. В общем, это Spark 2010 года выпуска. Соответственно, здесь 1.2 на механике и в очень интересной комплектации. Я вам сейчас покажу, что здесь есть. Понятно, оптика галогеновая, есть туманки. Лобовое стекло с обогревом зоны стеклоочистителей. Все стекла у нас круг оригинальные. В салоне 4 электростеклоподъемника, регулировка электрических зеркал, музыка с ауксом и с флешкой. Далее, это не кондиционер, а это даже климат-контроль. Подогрев сидений. Управление музыкой на руле. И... А что еще надо, в принципе? И все. Интересная аудиоподготовка. Колонки здесь. Колонки сзади есть. Ну, в общем, прям для первой машины за 370 тысяч, мне кажется, самое то. На механике. Здесь одна хозяйка, женщина. Мы ей позвонили. О машине все узнали. Ездила лично она. Она такая, так, сейчас мягкими словами выражаясь, не очень обрятная в плане отношения к салону автомобиля. Салон очень грязный. Вот, то есть очень грязный салон. Потолок такой же. То есть это все надо химчистить. И, соответственно, это не так сложно. У автомобиля один крашеный элемент, один замененный. Заменен капот. Спереди ей сдали назад со слов. И было ДТП. Вот здесь такое касательное, соответственно, дверь. Осталось поврежденное. Крыло окрашено. Вот так вот с ремонтом. Бампер заменен. Фонарь остался свой. Заводской. Вот, выглядит она прям неплохо. Такой маленький, яркий хэтч. Супер. Технически же к машине относились прям здорово. Сейчас у нас какое? 21 число, да, вроде? 21 августа. А всего лишь неделю назад были проведены вот такие работы на 20 тысяч рублей. То есть амортизаторы задние заменены, диски тормозные передние заменены, колодки. Сделана профилактика суппортов. Все это вышло в 20 тысяч рублей. Сделано это прям перед продажей. Мало кто это будет делать. Далее у нас стоит резина Кама Евро. И вот с таким вот толстым остатком протекторы жирнющим на свеженьких колпаках. В общем, ее полирнуть. Вот эту вот всю мелочь убрать. Возможно, что-то локально подкрасить. Покрасить задний бампер. Провести общее то масло фильтра там. И будет прям супер. Это я тут разбирал, дербанил, смотрел, чтобы подушка безопасности была на месте. Сейчас еще проверяем техническую часть. Поднимаем на подъемники. И принимаем решение о покупке. Ну или не о покупке, если снизу будет совсем трэш. Но я думаю, снизу будет все хорошо. Так, для тех, кто будет писать, что дорого, здесь же есть такой же новый. Новый Spark, абсолютно новый. Значит, получается, вообще он начинается от 800. Но это будет механика, литровый мотор и без кондея. Ну вот, и получается, что эта машина стоит миллион. Вот, и здесь почти то же самое, что и у нас, только автомат. Вот такая машина будет стоить миллион. Но тут есть, естественно, все. Короче, если честно, меня это начинает понемногу напрягать. То есть, каждый раз, когда я имею какое-то съемочное отношение к нашему закрытию или к поиску, то есть я это как-то снимаю, я это как-то освещаю, то каждый раз происходит какая-то поломка. То есть что-то ломается, что-то случается с машиной. Именно вот тогда, когда я снимаю, это происходит в последние несколько месяцев. Вот именно все поломки, которые случались у наших клиентов за последние месяцы, это те машины, которые я снимал на камеру. Короче, так и здесь произошло. Spark не заводится. Не заводится Spark, что-то с ним не то. С утра завелся с четвертого раза, а сейчас не заводится вообще. В общем, едем туда. На каком этапе? Какие методы за 100 рублей продали? Это 650, да? 650 вот эта штука? Жаско. 100 рублей все не стоит. Получается, она не заводится, все трещит, а релешки шелкают? Не, вообще не заводится. А как вот она тогда завелась с четвертого раза? Ну, вообще странно. Она говорит, я просто ключ посильнее повернула, подержала подольше, и она завелась. Так может, это у нас две неисправности? Какая еще? Ну, например, дохлый насос, а аккум сел, потому что долго крутило, потому что. Да нет, мы сейчас все прикурили, она вообще с полтысячка завелась. Ну, сейчас мы прокатились, она прокрывала заглохло, и завелась нормально. Ага. То есть, минералы заряжают. Вот наш Spark, сейчас будем проверять, идет ли зарядка на аккум. По стоимости аккума, сказали, начинается от трех ста, заканчивается восьмью. Хороший, говорит, медведь есть русский за четыре тысячи. Вот такой маленький, да? Да, вот это надо сдать, и за четыре тот отдадут. А, да, с трейдином? Да, с трейдином. Без трейдина плюс восемьсот рублей. Каких-то критичных вложений нету, в основном нужно заняться кузовом и салоном. То есть, сделать химчистку под себя, все почистить, потому что в салоне совсем не чисто. И, возможно, покрасить бампера, если такая эстетика важна для человека. Итак, по поломке. Машина не заводилась у нас из засевшего аккумулятора. Проверили, напряжение с генератора идет. Каких-то проблем по технической части, там, с бензонасосом или тому подобным нету у машины. Через некоторое время автомобиль не завелся опять. В итоге клиентка поменяла аккумулятор на новый. Вышло это порядка четырех тысяч рублей. И все, теперь уже машина ездит несколько месяцев и радует новую владелицу. А на этом все. Вот такой вот автомобиль, как первый для девушки, один из вариантов я вам показал. Если вы видите какие-то для себя другие варианты в этом бюджете, то есть, примерно, 400 тысяч рублей, то обязательно напишите в комментариях. Все, всем спасибо, всем пока.